Константин, все-таки как объяснить тот феномен, появление этих феноменов? То есть, раньше же не было такого, или мы об этом не знали? Это же без всяких курсов, так сказать, человек вдруг ни с того ни с сего перестал стареть. Дело в том, что просто сейчас мы действительно больше знаем, ряд случаев было в Китае. Ссылки вот я смотрел другие, там тоже мужчина 90 с чем-то лет, китаец, помолодел, еще там приводили женщины тоже китаянки, помолодели. То есть, в общем-то, в определенных случаях этот процесс имеет место быть. Механизм, вроде бы, сейчас зашифровали, почему это происходит. Запускается гены омолаживания. Они у каждого человека сидят, но при неблагоприятных условиях они, так сказать, не в ту сторону работают. А если все нормально, они могут все-таки запуститься. И задача геронтологов была как раз расшифровать те белки, которые эти гены продуцируют, чтобы потом можно было их просто вводить в человека и добиваться того же эффекта. Или активатор для этих генов, наподобие какой-либо бета-реж для теломеразы. Тоже запускается и все. А вероятнее все, что это комплексный подход должен быть, как говорится, одно другого не мешает, как говорится, сочетание всего комплекса, который просто переводит человека в состояние неограниченной жизни или радикального продления жизни. При молодом, молодой фазе. Понятно, что все они именно сдвинулись в молодость. Обратите внимание, они остались или остались молодыми и не старели, или опять-таки сдвинулись и подошли к этой фазе. И стали молодыми. Даже в одном случае женщина боялась, что она может совсем помолодеть, в ребенка превратиться. Но вроде до этого не дошло. Смотрите, был фильм, я забыл, как он называется, я смотрел его, когда в главной роли Брэд Питт, который родился, вот, и он очень быстро старел. А потом, я забыл, что там произошло. Короче говоря, он стал молодеть. И фильм заканчивается, когда он превратился в младенца. То есть, отношения, конечно, там были. И как это все потом, чем это все закончилось. Ну, в общем, очень интересная вещь. Очень интересная. Конечно. Здесь как раз было так, что происходило вот это омоложение, омоложение, омоложение. И когда уже женщина увидела, что ей там 20 лет почти стало, она испугалась. Вообще. И процесс омоложения прекратился и пошел, пошел откат в обратную сторону. Вот. То есть, процесс управляемый. В определенных условиях он может управляться. Редко это происходит, естественным путем. Да, редко. Случайно, да, случайно. Или, может, не совсем случайно, но кем-то управляется. Но явно не теми людьми, которые этот дар получили. Вот. Но это показатель, что это возможно. Но человек может идти этим путем. А задача науки, в конце концов, решать механизм и уметь его управлять и запускать. М-м-м.